Выглядела она вот так вот. Вот и попробую объяснить артистам хора, как это делается. Павел Николаевич назвал эту комбинацию «нежный осетинт». Хореограф рассказывает ребятам о своем опыте работы с оперными исполнителями и хоровыми певцами во время постановки «Волшебной лампы Алладина» в Театре оперы и балета. И таких порой немного комичных историй было немало. «Моя жизнь – это череда удач и анекдотов», признается Павел Самохвалов. С таким режимом работы и непрерывающимся творческим процессом должно быть часов в сутках для него явно недостаточно. Это четко расписанный день, буквально по минутам, когда я четко знаю, что я заканчиваю у вас только-то, чтобы иметь 15 минут перебежать в другой театр, отключиться от предыдущего эпизода и начать решать какие-то задачи, которые ставит следующий режиссер. Классная встреча помогла понять ребятам, как человек приходит в мир искусства, как танец и театр становятся смыслом жизни, как рождается новая композиция. Говорили не только о хореографии, но и на простые житейские темы. Основное число слушателей – воспитанники Анны Козловской. Четыре дня Павел Николаевич работал в Сарове с разными группами студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки». Мы были у него на нескольких мастер-классах, получается. Было очень интересно и необычно. Наверное, это тот педагог, который дает нам те умения, которые не давал никто. Но у каждого же педагога свой подход. И поэтому у Павла Николаевича подход такой через тело. Он учит нас не каким-то определенным связкам, а именно чтобы мы сами думали, чтобы мы сами работали со своим телом, как правильно это делать, техники движения, какого-то дыхания. В завершении беседы Павел Николаевич поделился с ребятами мнением, что чаще успех отобиваются именно середняки. А потому главный ключ к успеху – упорство, трудолюбие, мотивация. Анна Пилипец, Александр Махмудов, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24.